Как часто вы задумываетесь о работе внутренних органов? А задумывались ли вы о взаимосвязи работы одного органа и другого? Может вас мучает кожное заболевание? Сегодня мы поближе познакомимся с таким органом, как кишечник, проследим взаимосвязь между кишечником и, как ни странно, кожей. А также узнаем, что же именно в частых случаях является причиной проявления тех или иных кожных заболеваний, а в особенности экземы. Познакомимся с кишечником поближе. Кишечник – часть желудочно-кишечного тракта. Начинается она от желудка и заканчивается анальным отверстием. Кишечник разделяют на тонкий и толстый кишечник. Тонкий кишечник идет следом за желудком и заканчивается толстой кишкой. Длина ее составляет 7-8 метров. Масштаб-то, правда? Такая длина нашему организму необходимо для того, чтобы потребленные продукты лучше переварились. В этом органе происходит в основном пищеварение и проталкивание пищевого комка дальше. Тонкую кишку разделяют на три части. 12-перстная кишка, тощая кишка, подвздошная кишка. Следом идет толстый кишечник. Он является завершающим звеном желудочно-кишечного тракта. В этой части происходит в основном всасывание воды и превращение из пищевой кашицы в кал. Длина его составляет 1,5-2 метра, значительно меньше, чем тонкая кишка, но какую работу он выполняет? Он, как и тонкая кишка, подразделяется на три части. Слепая кишка, ободочная кишка, прямая кишка. Именно благодаря кишечнику происходит всасывание питательных веществ и именно благодаря ему из еды все полезное и не очень попадает в кровь. Конечно, вся кровь сначала проходит проверку и фильтрацию печени, но что-то может проскочить контроль и пойти дальше по кровеносной системе. Так и остается непонятным один вопрос. Как же связаны кишечник и кожа? Как кишечник и кожа связаны? Как уже говорилось, все то полезное и не очень, что попадает к вам в рот, попадает и в кровь. Именно поэтому очень важно следить за своим питанием. Кожа пронизана сетью кровеносных сосудов и все вещества также оказываются в коже. Полезные вещества помогают коже сохранять здоровый блеск и эластичность, помогают в борьбе с кожными заболеваниями, в то время как «вредные» в кавычках вещества лишь усугубляют ситуацию. Плюсом ко всему является наличие бактерий в нашем кишечнике, которые помогают с расщеплением пищи и там есть тоже как плохие, так и хорошие. В случае нарушения микрофлоры проблемы изнутри прорываются наружу в виде разных кожных заболеваний, в том числе и в виде экземы. Экзема. Что же такое экзема и что она из себя представляет? Экзема – это острое или хроническое незаразное заболевание кожи, характеризующиеся воспалением слоя дермы и проявляющиеся в виде зуда. Вообще проявления экземы связывают как с генетикой, так и с внешними механические термические, химические и внутренними факторами. Например, с расстройством работы печени, почек, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и т.д. Классификация экземы. Истинная, микробная, микотическая, сиборейная, профессиональная, дисгидротическая, теолитическая, детская, варикозная, психозеформная, экзема сосков и пигментного кружка у женщин. Гистопатология. В каждом из случаев экзема проявляются по-разному, и по разным причинам. Но для того, чтобы предотвратить появление экземы, можно уже сейчас наладить свое питание. Можно ли облегчить свое состояние без мази и таблеток? Конечно можно, но ведь уже упоминалось, что проблема экземы идет не снаружи, а изнутри. И именно поэтому первым на очереди в статье идет кишечник. Мази и таблетки будут лишь ненадолго снимать признаки экземы. Ниже будет приведен список продуктов, которые врачи настоятельно рекомендуют не употреблять в пищу при экзамене и для того, чтобы она не проявлялась. А также альтернативная замена по принципу «запрещено, что можно употреблять». Жареная еда. Заменить пищей, приготовленной на пару, а также в вареном виде, можно запекать. Жирные сорта мяса. По возможности заменяются бараниной, кониной. Также раз в три дня можно употреблять нежирные сорта мяса. Индейка, мясо утки и крольчатина. Морская рыба и морепродукты, редко можно жирную рыбу. Помидоры, гранат, свекла. Заменяются более щадящими зеленью, сливами, тыквой, яблоками, бананами, огурцами, фасолью, капустой. Иногда можно абрикосы и персики, сладкий перец, картофель, ягоды. Разрешаются такие крупы, как гречка и рис, а также горох, кукурузу и рожь. Сдобная пища, булочки, хлеб. Исключить или заменить хлебцами. Сахар, все сладкое, в том числе и мед, заменить фруктозой. Колбасу заменить запеченным нежирным мясом. Магазинные йогурты крайне нежелательны к употреблению. Лучше попробовать самостоятельно приготовить дома лакомства. Аналогичная ситуация с магазинным майонезом. Кофе легко заменяются на натуральные соки без добавок и красителей. А цельное молоко на кисломолочные продукты. К сожалению, ряд продуктов придется исключить полностью и замена им не предусмотрена. Это цитрусы, яйца, орехи, острые продукты, копчености, алкоголь. В случае проявления экземы убедительно советуем посетить дерматолога, выяснить причину болезни и соблюдать рекомендации врача. Вы сами в ответе за свое здоровье и никто кроме вас не будет за ним следить. Следите за тем, что употребляете в пищу и тогда вы будете здоровы!